Какое движение началось? И здоровый скепсис, который исходит из практики, с которой приходится, к сожалению, сталкиваться, заключается в том, что мне очень бы не хотелось, чтобы этот процесс, организационный комитет, документ, который появится, остались бы некой симуляцией деятельности. И в итоге, ну просто бесконечно бы обсуждались, собирались, и в итоге, вот, все бы, вроде бы, как бы наработались и получилось, как очень, к сожалению, часто бывает, когда есть документы, есть симуляция бурной деятельности, а нет результата. Поэтому, когда я выдвинул тезис о том, что общественности в этом процессе должно быть дольше, это в первую очередь о том, что участие самых разных горожан, это как раз хоть какая-то гарантия, что этот документ не останется просто документом и процессом, что будет давление, будет общественный контроль, ну и, безусловно, какие-то внятные предложения. Потому что, вот мы говорили про частный сектор, а там очень много решений лежат в том, чтобы люди согласились изменить свое поведение. Потому что переходить на бездымное топливо, например, то же самое, но это не просто взять и согласиться. Это, во-первых, экономические затраты, их нужно где-то там, либо субсидировать, люди их сами на себя возьмут. Это, вот как я слышу отзывы в Красноярске со стороны именно людей частного сектора, это разные оценки, их может быть субъективные, но это разные оценки того, насколько он горит и какую теплоотдачу дает, и люди должны попробовать с этим согласиться. Если мы говорим о приоритетах, то это тоже должно быть совместное решение о том, что делать в первую очередь, что делать во вторую. Потому что если мы, точнее не если, а когда мы посмотрим на готовый документ, он будет измеряться десятками миллиардов, я думаю. И понятно, что без согласованного понимания, где концентрируются усилия и города, и людей, и края, и федерации, и компаний, которые здесь присутствуют, ничего толкового не получится.